Приветствую вас, Александр. Если мы говорим о том, какой выход из этой ситуации, то, честно говоря, я думаю, что это решать только вам, потому что это ваша жизнь, ваши родные и близкие, вам нужно делать выбор. Да, этот выбор будет не всегда приятным, да, этот выбор будет, вероятно, иметь какие-то негативные последствия, да, этот выбор будет неудобным, но то, что, мне кажется, вы делаете сейчас, это именно пытаетесь найти такое решение, которое бы устроило вас и ваших родных, как мне кажется, а такого выхода нет. Давайте разберем ваш вопрос. Нахожусь в положении, пишите вы, работаю на удаленке за границей. Приехала домой в РФ на обследование со своим будущим мужем, чтобы спасти будущего ребенка. Иными словами, вы беременны, вы беременны до брака и с ребенком вашим, судя по всему, что-то происходит. То есть, это страсть. Родители нас встретили и мы поселились у них. Ну, вообще, этот момент не самый хороший, потому что, если вы жили за границей, то жили вы, скорее всего, самостоятельно. И, приехав к своим родителям и поселившись у них, вы, естественно, переходите в немножко другую среду, скорее всего, среду более непривычной для вас, если вы привыкли жить самостоятельно. Опять же, здесь важно учитывать, какие отношения с мужем у вас и какие отношения мужа и родителей. Родители снимают квартиру в Москве совместно с моим братом и его сожительницей с ребенком. У меня есть своя квартира в Москве в ипотеку, но по причине того, что в настоящее время я живу и работаю за границей, мои родители ее сдают уже как два года. Денег я не вижу, уже махнуло рукой. Несмотря на то, что я продолжаю платить ипотеку, а почему, почему так, почему вы не видите денег, то есть вы, как это, как это получается, вы считаете, что родителям нужны деньги, вы помогаете родителям или что, то есть как бы, почему махнули рукой так? Вот складывается такое впечатление, да, что на какие-то важные вещи в своей жизни вы махаете рукой. Четыре месяца назад родителям предложили участок. Я подумал, мне будет проще построить там баню и далее дом, а потом переселить родителей туда, чтобы они уже не платили за съем и не было лишних выплат. А как родители к этому относились, ну то есть вы как-то обговаривали это со своими родителями или нет, то есть вот то, что вы описываете, да, оно просто выглядит несколько так, как будто вы сами решили это. Вот, я, конечно, не знаю, может быть, это так выглядит только, но есть ощущение, что вы решили это все сами, есть ощущение, что вы такое решение приняли единолично, да, с родителями особо не посоветовавшись, хотят они туда или нет. Хотят они, значит, ну, в этот дом, хотят они уезжать из квартиры или нет. А если хотят, то что они готовы для этого делать, да, что они готовы ради этого, как они готовы, и готовы ли вообще вкладываться, ну, в это вот, да. Вот, потому что если людям не надо, если людям не надо, у меня вот такое впечатление складывается, что им не надо особо, или они привыкли, что вы все для них делаете, то соответствующее отношение будет. То есть, смучает, да, вот, как вы говорите, переселить туда родителей, то есть, ну, это же не саженцы какие-то, чтобы взять и пересадить. Вот вы пишите, перевела им соответствующую сумму и думала, что процесс пошел с оформлением. А что, опять же, навело вас на эту мысль, что процесс с оформлением пошел после того, как вы перевели им деньги? То есть, как-то вы спрашивали у них, как-то вы этот процесс контролировали. Какие обстоятельства перевода денег? Когда я приехала по обстоятельствам в Москву и узнала, что деньги на землю отдал брат какому-то знакомому, якобы он ищет участок лучше и т.д., выяснилось, что денег нет. У меня есть только ощущение, что вы не цените то, что делаете для своих родных, родные этого тоже не ценят. Вот, у вас есть даже ожидание, что вас оценят, у вас есть ожидание, что вам воздадут, условно говоря, по заслугам. Вот, а этого не происходит, вы обижаетесь. Дальше, я задал брату этот вопрос за деньги, он начал орать и материться, стал выгонять нас из квартиры с мужем. Ну, реакция не совсем адекватная, судя по тому, что вы описываете, здесь либо какие-то личные проблемы вашего брата, либо просто непривычность того, когда вы начинаете как-то вот продвигать свои интересы. Опять же, важным моментом является то, как вы задали этот вопрос, потому что, если вы его задали так, как я думаю, то ничего удивительного в том, что брат отреагировал вот так, как он отреагировал, пожалуй, нет. Значит, если вы задали этот вопрос с наездом определенным, то, скорее всего, брат это воспринял как обвинение, а вероятно, ну, понимаете, когда люди какие-то действия совершают, они, в общем и целом, сами чувствуют глубине души всегда, что поступают как-то не так. Даже если, даже если они, ну, себе это позволяют, даже если они позволяют себе так поступать, они всё равно, как бы, в глубине души где-то знают, что поступают не совсем корректно. Вот. И, соответственно, соответственно, вы, вероятно, вот здесь столкнулись с одной из возможных ситуаций. Но, опять же, вы описываете обстоятельства, вы описываете цепочки обстоятельств. Вот. Покажу. Дальше мы собрали вещи и уехали в отель, пишите вы. Это неприятно, то, что произошло, конечно, безусловно, это неприятно, но, во-первых, что меня здесь смешает? Слово мы. Потому что никаких мы нет. Если вы, если именно ваше решение, то есть, то есть, ну, если ваша позиция, если ваша, ну, ваша точка зрения, вот, есть ваше решение, есть ваш выбор. Есть выбор мужа. Вот. То, что вы говорите «мы», смущает в том смысле, что, может быть, вы не очень хорошо здесь чувствуете свою личную ответственность и свои границы. То есть, где мои границы, где я, где, вообще-то говоря, другие люди. Вот. Ну, собственно, то, о чём мой коллега вам сказал Кудрышов. Игорь Леонидович, Леонидович, в смысле. Вот. Поэтому момент здесь тоже вот такой, не совсем, как бы, понятный с точки зрения именно психологии. Вот. То есть, да, вы вроде как описываете некоторую ситуацию, вроде как вы описываете некоторую историю, но для чего вы её описываете, вот, не совсем понятно. Дальше. Значит, мы забрали ей вещи и уехали в отель, пишите вы. Ну, это ваш выбор. Мышка-текаричек не хочет возвращаться в квартиру. А как вы считаете, он должен хотеть возвращаться в квартиру? Вы же, для чего говорят, написали «видеть не хочет своего брата». Ну, а как вы считаете, это нормально или он должен по-другому был как-то, как-то реагировать? За отель мы не можем вечно платить. В смысле, у вас нет денег или вы не хотите? Моя, моя квартира в арене. Ну, не знаю, это да. Вчера муж пешком пошёл в аэропорт, ночевал, дам, чтобы не быть никому должен. Ну, мужи обиды говорят. Родители всю ночь вычитывали мне надаться, если он такой секой ушёл, тебя бросил беременную, ты ему не нужна. С такой ощущением, что... Ну, вы позволяли себе вычитывать нотацию почему-то? То есть, вы позволяли себе это все слушать. Он не бросал меня, он знал, что я могу остаться у родителей, сам ушёл в аэропорт, мне надо ещё неделю, чтобы сдать все анализы. Как будто бы вы оправдывали здесь. Скажите, а как у вас с чувством вины? С билетами в связи с коронавирусом большие проблемы, мы не можем лететь. Так, а муж ушёл уже в аэропорт. Работы заваливают, беру комп с собой по больницам, я просто не знаю как-нибудь. Ну, я думаю, что у вас как раз проблема с лишними границами, потому что и родители вас очевидно пресинкуют, и работа вас тоже пресинкует. То есть, вам сложно как-то отстаивать свои интересы, свои границы, пресинкация, у вас есть чувство вины. Вот. Я не знаю как-нибудь, как быть, чтобы что? У меня нет сил. А на что они тратятся? Какой выгод из данной ситуации? Выгод, опять же, чтобы что? Вы как-то вот сформируете, что вы хотите-то вообще. Вот. Помогите, прошу вас с уважением. Помочь в чём? Александра, не очень понятно в чём именно вы хотите помощи. Мы-то поможем, просто не совсем понятно в чём именно вам помочь. Если говорить о том, что у вас сейчас много чувств, у вас много эмоций, у вас есть обиды, то помочь вам прожить их вполне реально, если вы об этом. То есть мы можем помочь вам прожить эмоции, можем помочь вам немножечко вот снизить эмоциональный тонус, который вам мешает, может быть, ну не может быть, а скорее всего мешает вам воспринимать ситуацию несколько более, ну скажем так адекватно. Вот. Но, дальше, это вопрос, наверное, такой системной психотерапии и коррекции вашего поведения, потому что вы привыкли так жить, вы живёте так уже не первый день и скорее всего не первый год. Как мне кажется, и соответственно, нужно что-то менять, если вы хотите изменить свою жизнь, то это процесс, но это процесс, которым, как мне кажется, нужно заниматься. Вот. Понимаете, какая история. Это процесс, которым нужно заниматься, поэтому мне кажется, что здесь опять же вам нужно определиться с тем, чего вы хотите. Вот. Там ещё, я бы не сказал, что менять свою жизнь, я бы не сказал, что психотерапия в целом это лёгкий, лёгкий процесс. Вот. Вот. Поэтому, тут такой момент. Вот. В целом, я бы, наверное, сказал бы вам про психологический сценарий тупик. Матушка Хабард. Матушка Хабард. Матушка Хабард. Это вы можете сами почитать про это в интернете. Вот. Матушка Хабард. Матушка Хабард может сами изучить этот вопрос в интернете. И, собственно, начинать, начинать работать над собой. Вот. Другой, другой вопрос. Другой вопрос. В том, как мне кажется, стоит ли вам это делать сейчас? когда вы беременны? Или стоит ли сперва родить ребенка и заниматься этим уже после рождения ребенка? Это вопрос, потому что разные женщины по-разному переживают беременность, если ваша беременность проходит незначительно влияя на ваше физиологическое и психологическое состояние, но вы тут не указали, на каком вы сроке находитесь, то можно в принципе заняться психотерапией сейчас. Если вы чувствуете, что влияет, если вы чувствуете, что у вас скачут гормоны и так далее, то наверное имеет смысл после рождения ребенка. Вот. Но не затягивать и, соответственно, заниматься этим вопросом серьезно. Вот. Как и сказал мой коллега, родители вам не изменить, вы можете изменить свое отношение, свое поведение, вы можете начать замечать свое участие в том, что происходит. Вот. Вы можете начать замечать, какое участие, какой вклад вы вносите в то, что с вашей жизнью происходит, и уже это контролировать, уже это корректировать, уже этим управлять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой отдельно. Хотелось бы, чтобы вы обратили свое внимание на следующий факт. Когда вы почувствовали, когда вы узнали, что нет денег, какой вы себя почувствовали, какая вы были в этот момент? Когда вы слушали ночи нотации родителей, какая вы были в этот момент? Когда вы говорите, что у меня нет сил, какая вы в этот момент? Какой вы себя чувствуете? Прислушитесь к этому, пожалуйста. Это достаточно важно. Именно с этого я бы начал с вами работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok